САМАРСКАЯ СЕРЕДА Здравствуйте. Какими обезвреживающими и чистящими средствами работодатель должен обеспечить сотрудников? В каких случаях работники имеют право на специальные чистящие средства? Какие требования предъявляются к этим средствам? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского Круга Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и давайте вот начнем с чего? Давайте, наверное, начнем с самого начала, с основ. Работа бывает не только в офисе, хотя и в офисе тоже бывают разные виды работ. То есть люди пачкаются, люди работают с химически какими-то активными веществами. И вот здесь возникает как раз вопрос. Кто и как должен обеспечивать или не должен обеспечивать работников всевозможными смывающими, обезвреживающими средствами? В соответствии с требованиями трудового законодательства, все эти обязанности находятся в компетенции работодателя. Данная норма предусмотрена 214 статьей Трудового кодекса. Ну и кроме того, как вы правильно отметили, не только представители работников рабочих профессий, но и обычные офисные работники, это и бухгалтера, и менеджеры в том числе, они тоже могут в отдельных случаях получать эти самые смывающие, обезвреживающие средства. Ну если мы буквально будем читать требования нормативных актов, это приказ 11.22 Н Минтруда Российской Федерации, то, в котором, кстати, не прописано именно наименование профессий, то есть кто именно должен получать, там у нас указаны именно загрязняющие факторы. И там есть такое понятие, как легко смываемое загрязнение. Ну а к легко смываемому загрязнению мы с вами можем отнести это и чернила от ручек, карандаша, пыль бытовая, краска из принтера, вот мы распечатали листочек, взяли в руки, там краска осталась, это тоже легко смываемое загрязнение. Так что, в принципе, все работники у нас в определенных ситуациях, в случае, если, соответственно, у них есть загрязняющий фактор, в обязательном порядке должны получать эти смывающие, обезвреживающие средства. Вот вы сказали загрязняющие факторы, а что есть загрязняющие факторы? То есть не приводится список профессий, ну понятно, потому что, наверное, он будет слишком гигантский. Совершенно нет. Я думаю, такой труд надо будет проделать для того, чтобы составить итог. Есть шанс, что что-то ты упустишь. А вот под загрязняющими факторами это что понимается? Потому что, ну допустим, уборщица работает в офисе, там она работает тоже с загрязняющими факторами в определенном смысле. Если там, я не знаю, системный администратор в том числе меняет там картридж в принтере, ну это тоже, вот вы сказали, загрязняющий фактор. То есть нужно ли, я к чему, не дойдем ли мы в некотором смысле до абсурда? Вот здесь где вот эта золотая грань? То есть нужно ли выдавать, например, там системному администратору, меняющему картридж, там какое-нибудь там специальное средство или достаточно было, которое, ну, собственно говоря, как правило, есть во всех офисах? Вот где здесь вот эта золотая грань? Ну, в данном случае надо сказать, что работодатели иногда даже сами того не зная, они занимаются выдачей этих самых смывающих обезвлеживающих средств. Потому что если у нас речь идет о легко смываемом загрязнении, то в данном случае достаточно наличия туалетной комнаты и достаточно наличия там этих самого, того же самого бытового мыла, жидкого мыла. Это уже считает, что работодатель занимается обеспечением. Но в данном случае работодателю нужно просто это будет оформить надлежащим образом, то есть издать соответствующий приказ, в котором прописать, что в соответствии с требованиями трудового законодательства работники будут обеспечиваться вот этим самым способом, то есть наличие в туалетных комнатах жидкого мыла, ответственным назначается такое-то лицо, ну, скорее всего, это совхоз, чаще всего это бывает, рекомендант в здании в том числе. И всех работников ознакомить, что там-то и там-то они могут помыть спокойно ручки. То есть это, в принципе, обязательно нужно оформить на бумаге, вот юридически? Конечно, конечно, в обязательном порядке, чтобы работники были уведомлены о том... Подружбись? Конечно, в обязательном порядке. А вот зачем? Вот мне вот просто... Это не слишком ли мы уходим вот в некую такую бюрократию? Потому что, ну, в принципе, работодатель, здравомыслящий, там, как правило, все люди, они, ну, да, люди должны помыть его работники, должны помыть руки там. Вы знаете, любая норма, она у нас произрастает чаще всего, ну, с точки зрения охраны туда, произрастает из несчастного случая. У меня у самого в практике был несчастный случай, когда молодой человек, работая в сервисе, ему попал какой-то химический реагент в глаз, он вовремя не промыл, потом, соответственно, это все закончилось тем, что у него начались проблемы со зрением. И когда мы расследовали данный несчастный случай, задавая вопрос молодому человеку, а что ж ты не пошел и не помыл себе глаз? И он ответил, что а я не знал где, а я не знал как, а я не знал чем. Соответственно, кому мы направляем этот вопрос? Конечно, работодателю. Раз работодатель об этом не позаботился, раз он не рассказал этому работнику, значит, тут прямая его вина. Нашим дорогим работодателям нужно исходить из той мысли, что работники, ну, это как дети малые, что им нужно все в обязательном порядке рассказывать, даже самую, казалось бы, вот очевидную прописную истину, вот пока мы об этом не расскажем, пока мы подпись не возьмем, оно работать не будет. Это показывает практика. То есть нужно перестраховаться много раз. Перестраховаться, да. И если что-то может быть понято неправильно, оно будет понято именно неправильно. Или, как коллеги у нас говорят, инспектора говорят, если у работников есть минимальный шанс получить травму, он обязательно этим шансом воспользуется. Рано или поздно. Рано или поздно. Ну, вот вы сказали, да, то есть вот вы привели пример как раз уже, ну, более, скажем так, ну, рискованных, скажем так, работ. Потому что понятно, что работник автосервиса, там, и, я не знаю, там, уборщица в офисе, это немножко разные вещи. Но, тем не менее, вот эти мыло, чистящие средства, ну, во-первых, давайте начнем с чего. Что положено? Вот что вообще положено? Потому что есть, наверное, такой ассортимент, может быть, гигантский, потому что профессий много, видов деятельности. И еще больше. Да, мы сразу должны с вами обозначить о том, что мы говорим именно о тех смывающих, обезвреживающих средствах, которые у нас используются исключительно для нужд самого работника. То есть это не то, чем мы полы моем, это не то, чем мы стены там или оборудование моем. Это к ним не относится. Это то, что работник будет использовать для, собственно, для своей кожи. Они у нас делятся на защитные, то есть то, чем мы будем пользоваться перед тем, как приступим к работе. Опять-таки, если мы будем работать с агрессивной какой-то средой, это кислоты, щелочи в том числе. Кожа у нас, помимо того, что мы будем обеспечены средствами защиты, перчатки в том числе, да, у нас в обязательном порядке должны использоваться специальные крема, специальные эмульсии, которые в том числе тоже защитят нашу кожу. Опять-таки, если с перчатками при механическом контакте или химическом контакте что-то произойдет, чтобы, опять-таки, воздействие не было, это агрессивные среды не было губительно для кожи работника. Также они у нас разделяются еще на очищающие, ну, вот опять-таки, если речь у нас идет, в частности, о загрязнении, то есть, чем надо помыть, допустим, испачкались там в краске, там, пыль, грязь и все прочее. И регенерирующие. Регенерирующие – это тоже, чаще всего, это крема, эмульсии различные, это то, чем мы будем пользоваться для того, чтобы восстановить свойства кожи в том числе. Ну, думаю, что каждый, кто когда-нибудь занимался бытовыми вопросами, то есть, те же самые полы моют, когда понимают, или посуду моют, понимают, что длительное нахождение в резиновых перчатках, что оно делает с кожей. В том числе, если мы, там, те же самые строительные, при проведении строительных работ, если мы имеем контакт с цементом, другими какими-то химическими веществами, то, опять-таки, это негативным образом сказывается на коже. Поэтому, чтобы восстановить ее свойства, используются как раз эти самые регенерирующие средства. Я вас правильно понимаю, что, допустим, на стройке условный каменщик, который кладет кирпичи, у него есть определенные нормы выработки, он как бы хочет ее сделать. То есть, работодатель, если он у него работает в штате, а не, это не контрактная система, то есть, он не подрядчик, то работодатель обязан его обеспечить, помимо всего прочего, еще и кремом защитным для рук, и кремом после того, как он смыл грязь, чтобы он еще раз. Совершенно верно, совершенно верно. Это все находится у нас в компетенции и в обязанности работодателя. Кроме того, работодателям нужно будет в обязательном порядке обратить внимание на, какие именно у нас кремы, те же самые эмульсии будут использоваться. Потому что у нас есть гидрофобные кремы, то есть, те, которые у нас, собственно говоря, имеют свойство отталкивать влагу, наоборот, помогать впитывать влагу. Нужно смотреть, чем именно у нас занимается наш работник. То есть, чем он рискует? Какие вредные, соответственно, факторы у него есть на рабочем месте. Те же самые уборщицы у нас зачастую занимаются абсолютно разными работами при уборке помещений, собственно говоря. Кто-то хлорку использует, кто-то не использует, кто-то использует механическую уборку, кто-то ее не использует. Опять-таки, у нас как раз в этом документе, приказ 1122Н, в нем как раз и прописываются, что именно нужно выдавать и при взаимодействии с какими химическими реагентами. Вот если говорить о том, что именно нужно выдавать, вот берем конкретный кейс, да, там, типичный, там, советский, российский автосервис, допустим, место, где работник, ну, однозначно сильно пачкается, скажем так. Что делают они обычно после работы? Ну, раньше там, да, помыть руки, например, руки оттереть бензином, либо каким-то растворителем, потому что затем еще каким-то неким мылом. То есть, а что-то, я к чему вот это все веду? Какие средства на самом деле можно использовать? Потому что, ну, например, можно ли использовать, например, я не знаю, там, керосин или растворитель для того, чтобы оттереть руки? Многие так делали, там, тоже во время ремонтных работ, например, но это то, что ты делаешь дома, это одна история, а когда у тебя работник, который работает по найму, которого, вот, как вы говорите, ты обязан обеспечить, то есть, после бензина ты ему, получается, должен выдать еще и крем для рук? То есть, вот что? Мы с вами живем, наверное, в 21 веке, все-таки использовать керосин для очистки кожи в том числе, ну, это не самый... Или растворитель. Да, или растворитель. Опять-таки, фактор сгорания мы тоже исключать не можем. То есть, опять, работодатель должен понимать, что если он продолжает использовать бензин и керосин, то когда-нибудь это может привести к несчастному случаю. Есть намного более современные, тем более, что средства эти стоят не так дорого, надо сказать, вот, средства, которыми необходимо обеспечивать этих самых работников. Ну, и кроме того, нужно, опять-таки, помнить, что нужно понимать, с чем именно те же самые представители, вот, работники автосервиса у нас взаимодействуют. Опять-таки, используют ли они какие-то кислоты при работе свои, опять-таки, если они занимаются у нас... Вполне возможно, если они с аккумуляторами работают, вот себе и кислоты. С аккумуляторами в том числе, да. То есть, мы должны предусмотреть какие-то щелочные составы в том числе, которые будут у нас нивелировать действие этих самых кислот. Вот, если, наоборот, работники работают с большим количеством щелочных составов, то, соответственно, нам тут что-то должно быть, то, что как раз является главной, вспоминая курс химии из школьной, да, то есть, что у нас больше всего не любят щелочи, это как раз кислотные составы, это что-то связанное с уксусной кислотой, в том числе лимонная кислота, да. То есть, опять, не сами эти химические реагенты мы будем использовать, а именно те смывающие, обезвреживающие средства, которые в определенном проценте содержат эти составы и которые как раз позволяют нивелировать их негативное воздействие. — Владимир Владимирович, ну вот есть некий где-то вот список тогда, потому что вот если исходить с точки зрения того, что твой работник это практически ребенок, о котором ты должен озаботиться и бы ему все показывать и подсказывать, и обязательно заставить его расписаться, и, соответственно, еще вот чтобы работодателю себя обезопасить, есть ли некий список вот тех средств, которые, ну, скажем так, рекомендуются или нужно покупать, то есть, допустим, для автосервиса вот это, вот это, вот это, там, для стройки и так далее, то есть, ну, видов деятельности гигантское количество, получается для каждого вида деятельности какой-то некий список. — Ну, нужно сказать, что их огромнейшее количество, и прописать их в каком-то документе, ну, это просто не представляется возможным. А в документе, о котором я уже сегодня упоминал, приказ 1122-й. — Так, 1122? — Да, 1122-й по приказу Минтруда. А, кстати, обращаю внимание, что в 1 сентября часть документа этого утратила свою силу, приложение номер 2, приложение номер 1, оно также продолжает у нас функционировать, и оно касается у нас как раз именно вот этих вот норм, что в каком случае выдается у нас. Разобраться там работодателям будет очень несложно, там прописывается именно тип этих самых смывающих и обезвреживающих средств, и прописываются отдельно в табличке, прописываются те составы, при которых они должны выдаваться. Это бензин, керосин, там, щелочь в том числе, ну, там, разбивка. И, кроме того, сколько положено выдавать, тоже, соответственно, там прописываются. То есть норматив, сколько это в жидком состоянии, жидкое мы, допустим, сколько выдавать, сколько кремов, соответственно, в миллиграммах выдавать. Ну, и, кроме того, следует понимать, что, опять-таки, в данном документе прописывается минимум, то есть минимальное количество того, что мы можем выдавать. Больше выдавать работодатели никто не запрещает. Потому что тоже иногда задают работодателям на горячую линию вопрос, а вот у нас работникам не хватает, что нам делать. Ну, никто вам не запрещает выдавать больше. Больше можно, ведь меньше нельзя. А когда выдавать? Есть такие? Перед началом выполнения работ. То есть, опять-таки, мы должны понимать, что работник у нас, приступая к своим должностным обязанностям, должен уже полностью подготовленным. То есть, и медосмотр у него прошел, и обучение прошел, и спецодержу-то он наделал, он уже весь такой молодец и красивый. Ну, и, соответственно, мы его этими самыми средствами тоже обеспечили, чтобы ему потом с грязными руками не бегать на склад, не искать эти самые... Все должно быть рукой у нашего работника в обязательном порядке. Требования какие-то предъявляются к самим средствам? Или вот требования, это те, которые... Да, очень хороший вопрос, потому что, поскольку, опять-таки, у них есть определенные свойства, в обязательном порядке эти средства подлежат сертификации. То есть, у них должен быть либо сертификат, либо декларация соответствия, в которых и прописано, что они этими свойствами обладают. Документы – это государственного образца. То есть, опять-таки, это не просто так, мы сами задекларировали, опечатали, что якобы он обладает этими свойствами. Это, то есть, специализированный орган в Российской Федерации действительно подтверждает, что свойства этими этот продукт обладает, и вполне себе можно его в таких случаях использовать. Поэтому, в обязательном порядке, если работодатели собираются закупать, ну, если у них есть потребность, собственно, к закупке, в обязательном порядке они от поставщика должны потребовать этот подтверждающий документ. Он должен их храниться на весь период, пока вот вся партия, которую они закупили, пока она не закончится. Потому что, если придет проверяющий, и, соответственно, у него возникнет вопрос касательно этих самых смывающих и обезвреживающих средств, он обязательно посмотрит и нормы, то есть, сколько должно выдаваться, а это у нас должно быть утверждено приказом непосредственно самого работодателя. Он в обязательном порядке посмотрит на фактическое нахождение, то есть, вот они у нас есть, должны показать, они будут, работодатель. И в обязательном порядке посмотрит документ, подтверждающий выдачу, в данном случае данным документом является личная карточка учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств. Ну, и, конечно, эти самые сертификаты, что работодатель их не где-нибудь там на рынке просроченный в том числе приобрел, а то, что были приобретены в соответствующем магазине или в каком-то, на какой-то организации, на складе каком-то, и, соответственно, они этим свойствами обладают. При том, что дорогим работодателям я, опять-таки, рекомендую внимательно смотреть, что прописано в сертификате, чтобы, опять-таки, наименование продукта совпадало, что на коробке с кремом или мылом, то было прописано в сертификате. Ну, и, конечно, мыло и крема, это, как любой продукт, они имеют срок действия и срок хранения в том числе. Поэтому там в этом же сертификате прописано, сколько они, в течение какого времени они могут выдаваться. За пределами срока, который установлен у нас этим самым документом, сертификатом и декларацией, ни в коем случае выдавать работникам не рекомендуется. Более того, запрещается, потому что, опять-таки, нет у нас, получается, проверенных сведений по поводу того, как они будут воздействовать. Будут ли они вообще каким-то образом воздействовать с положительной точки зрения, а может, наоборот, с отрицательной точки зрения. Вот. Этим работодателям нужно будет озаботиться. Ну, и последнее, о чем хотел бы сказать по данной теме, это то, что смывающие и обезвреживающие средства, они у нас очень часто признаны к условиям хранения. Поэтому работодателям нужно будет задуматься, если они опять покупают большую партию, не каждую неделю едут в магазин, приобретают, где они будут хранить. Опять-таки, по помещению с большой влажностью, если у нас речь идет о мыле, допустим, да, то есть, или кремах в том числе. То есть, опять-таки, помещение с большой влажностью, с очень сильным резким перепадом температуры, в данном случае, ну, наверное, нам с вами не подойдет. — У меня два вопроса вот в связи с этим. Вопрос первый. Вы сказали, карточка выдачи. Я правильно понимаю, что нужно документировать внутри предприятия, даже выдачу, условно говоря, вот сегодня я отпустил там пол-литра там мыла и, допустим, пол-литра крема для рук после там работы. И это нужно, вот это все должно быть документировать. — В обязательном порядке мы должны, соответственно, составить этот документ, карту учета выдачи. В настоящий момент они могут быть объединены со спецодеждой, это у нас допускается. То есть, ввести единую и для спецодежды, и для смывающих обезвреживающих средств, это, в принципе, вполне себе опускается. — Вот. В котором всякий раз, как работодатель дает, выдал, крем записал. Расписался работодатель, что он выдал, расписался работник, что он получил его. — Получил. — Да. В обязательном порядке это необходимо. — И у меня вопрос. Вот если вот, скажем так, вот эти все необходимые бюрократические процедуры внутри предприятия, ну, не выполняются или выполняются не до конца, например, нет карточки или еще чего-то, что грозит работодателю? — Ну, если нет именно карточки, то штрафные санкции будут у нас относительно небольшие, статья 5.27, там до 80 тысяч рублей на юридическое лицо, но относительно небольшие. — Относительно 80 тысяч рублей, только за то, что нет карточки, как-то я сразу задумался. До 80, а минимум? — Минимум, опять-таки, понимаете, у нас в данном случае, может быть, суд может назначить и меньше меньшего. — А, это все в суде решается? — Ну, опять-таки, инспектор вынес свое решение, но опять работодатель может, опять-таки, обжаловать. Ситуации же разные бывают. И случаи бывают, почему именно документ не был оформлен. Может, там кладовщик-то на больничном находился или еще какой-то момент. Ну, всякие ситуации бывают. Работодатель в больницу попал. Ситуации бывают разные. — Опять, инспектора, они же все люди. Они все прекрасно понимают. И очень часто, если нарушение, опять-таки, оно не влияет напрямую на жизнь и здоровье работника, ну, формально неправильно оформили документы. Инспектора чаще всего делают предупреждение, предупреждают, что работодатель, вы допустили здесь небольшую промашку, вы, пожалуйста, ее исправьте. А если у нас происходят случаи, когда работодатели действительно пренебрегают своими обязанностями, ну, в частности, вообще не обеспечивают, вообще ничего не покупают работникам, ничего не выдают, наплевать, какие относятся к их жизни и здоровью, тогда уже штрафные санкции, они кратно больше. — Это примерно как со спецодежды, когда мы с вами в прошлом месяце говорили по поводу спецодежды. Помните, там у нас от 130 до 150 тысяч рублей за каждого работника. Суммы, опять-таки, кратно выше, причем в данном случае у нас… — 10 работников, вот себе миллион. — Да, совершенно верно. Поэтому экономия на вопрос охраны труда вообще не самая хорошая идея, тем более, что у нас сейчас кадровый дефицит, и найти очень хорошего работника на рынке труда довольно-таки сложно. — Поэтому работодателям на этом экономить ни в коем случае не рекомендую. — Ну и кроме того, хотелось бы еще раз работодателям напомнить, что они же всегда могут обратиться за помощью. Не надо бояться обращаться, не надо бояться спрашивать, или, как нам часто работодатели говорят, мы стесняемся задать глупые вопросы. — Лучше задать 10 глупых вопросов, чем один раз вляпаться в нехорошую историю. — Консультации у нас оказывают и наша организация, то есть администрация города, отдела охраны труда, и государственная инспекция труда, и Министерство труда, занятие иммиграционной политики. — Телефоны, они есть у всех в свободном доступе, то есть найти телефоны очень несложно. Обратиться можно всегда больше того, вот если говорить о нашей организации, то есть администрации города, то мы можем даже приехать к работодателю в организацию, посмотреть, как у него ведется работа по охране труда, есть ли какие-то замечания, есть ли какие-то недостатки. При этом, опять-таки, мы штрафовать никого не будем, у нас задачи такой нет. Наша основная задача именно, чтобы работодатели могли правильно и квалифицированно построить свою работу и сохранить жизнь и здоровье работников. — Ну и себе проблем не нажить и кошельки свои сохранить, потому что если придут другие люди, соответственно, будут другие вопросы и другие итоги, я так понимаю. — Да, но даже тот же самый пример, в настоящий момент у нас существует практика профилактических визитов, когда любой работодатель может обратиться в любой, по сути, в любой контрольный орган с просьбой провести у него профилактический визит на предмет нарушений в области законодательства по специфике деятельности. И очень часто с такой практикой у нас обращается частная государственная инспекция труда в Самарской области, где инспектор может прийти в организацию, все осмотреть, и, что самое приятное, что штрафовать за это, то, что ему стало известно в процессе этого профилактического визита, он не имеет права. — Он не то, что не будет, он права не имеет. — Он права не имеет. То, что он, соответственно, узнал в процессе профилактического визита. Ну, а если инспектор придет уже, когда произошел несчастный случай или когда уже происходит проверка, ну, тут уже такого лояльного отношения и такого объема помощи для работодателя, ну, тут, наверное, ожидать уже не стоит. Тут уже пойдут именно штрафные санкции. Поэтому, как говорится, хороша ложка к обеду. Поэтому в обязательном порядке нужно знать требования законодательства, тем более, что и рычаги, и способы, как, собственно говоря, понять, в каком состоянии у вас ведется данная работа, сейчас довольно-таки несложно руководствоваться данным механизмом, который я озвучил. — Ну, и при этом, насколько я понимаю, вот все эти визиты, они, естественно, бесплатны. — Абсолютно. — Ты попросил вот об этом, ну, скажем так, о такой профилактической проверке? — Абсолютно. Все мероприятия в процессе профилактического визита, они безвозмездные. Ну, нужно понимать, конечно, что фактически работу за работодателя никто делать не будет. — Понятно. — Но, опять-таки, на недостатки укажем, какой документ посмотреть, подскажем, какие шаги предпринять тоже в обязательном порядке объясним. — Осталось совсем немного времени. Вот прям последний вопрос. Вот интересно, сейчас зима начинается, и, соответственно, ну вот, собственно говоря, лето, слава богу, еще пока продолжается. Сентябрь теплый летний практически месяц, и лето было жарко. — Вот в связи с этим вопрос, летом человек работает на улице, на ярком солнце, положен ли ему солнцезащитный крем, например, и зимой он работает на морозе, обязан ли работодатель выдавать, например, крем для лица, там, от мороза? — В обязательном, в обязательном порядке, и крем эти выдаваться должны будут, опять-таки, если у работника по специфике его деятельности есть такие вредные факторы. — Я понял. Спасибо большое за очень емкий, такой полноценный ответ, и я надеюсь, что мы увидимся с вами вновь, потому что вопросы охраны труда, на самом деле, очень важны, потому что это все наши граждане, которые рядом с нами продолжают работать. — Спасибо. — Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа «Самара». Будьте осторожны, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!